4 июля представят фирменный стиль казанского зообоцада. Его лицом останется снежный барс, но выполненный в новом стиле. Ученые КФУ сравнят в ряд обычных и электронных сигарет. В группе исследователей трудятся специалисты, которые категорически против любых видов курения, и вопрос об одобрении использования электронной сигареты не стоит. Волейболисты по Волжской Академию спорта стали чемпионами Всероссийской универсиаты 2016 года. В соревнованиях приняли участие 16 мужских и 16 женских студенческих команд со всей России. Сборная МЧС Татарстана выиграла чемпионат по Волжье по пожарно-прикладному спорту. Участники состязались в преодолении 100-метровой полосы препятствий, подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню, пожарной эстафете и боевом развертывании. В набережных Челнах прошли бал и рыцарский турнир на открытом воздухе. Гости праздника учили средневековые танцы и приняли участие в турнире по мечевому бою. Казанцы просят убрать статуи возле чаши. По мнению многих, они выглядят устрашающе и не подходят для такого места, как ЗАГС. В шести районах Татарстана откроют 3D-кинотеатры. Поддержку от фонда кино получили Заинский, Лениногорский, Менделеевский, Титюрский, Огрызкий и Мамадышский районы. В России вышла книга писателей-фронтовики Татарстана. Книги выпускают на татарском, русском и английском языках. Многодетные семьи могут бесплатно получить жилые участки. Земли расположены вблизи Константиновки, Больших Дербышек, а также в Высокогорском районе. Президент Республики Татарстан посетил ОАО Татхимфармпрепараты. Там он ознакомился с новым производством стерильных глазных мазей, капель и нестерильных наружных мазей и гелий. Президента сопровождали ректор Казанского Федерального университета, заместитель премьер-министра Республики и другие. Студенты юридического факультета КФУ заняли третье место в конкурсе по международному уголовному праву в ГААГе. В нем также приняли участие около 40 студенческих команд мира. Аналитический центр «Эксперт» выпустил предметный рейтинг университетов России. В гуманитарном направлении КФУ занимает второе место.